Давайте пару минут помолимся и продолжим. Драгоценный Дух Святой, я прошу тебя, продолжай учить нас, открывай наши сердца, открывай Слово Твое, и пусть эпоха истинных поклонников наступит в каждой церкви. Подними, Господь, этих людей, которые бы любили Тебя, которые бы ценили Твое присутствие, которые бы восстановили Твое достоинство и владычество. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, вторую половину семинара мы посвятим изучение непосредственно самой скинии Давида. Что это такое? Кас это такое? Восстановление. Давида Телц, отъянушение. Должен напомнить, что я отгаден в обоими стратегических генеральных откровений нового поколения, стратегическо генералу отклассивную аптвере, откровение о восстановлении скинии Давида, является одно из базовых и фундаментальных. Хочу перечислить, что является стратегическим важным... Какие важные стратегические отношения, откровения, на которых стоит наша богословия. Должен напомнить, как и фундаментальных откровений нового поколения будет матерью тысячи церквей. Мы следуем этому откровению. И делаем все необходимое, чтобы церковь расслабляет. Чтобы церкви размножались. И чтобы распространялось Царство Божье. Второе откровение, которое относится именно к этой теме. Это восстановление скинии Давида. Или организация праздников поклонения. Это второе, на мой взгляд, очень важное стратегическое откровение. И третье откровение – это христианизация общества. Или пробуждение сверху. То, что мы называем христианское правительство, это в локальном плане. И новый мировой порядок – это то, что относится к глобальному масштабу. Так что восстановление скинии Давида – это откровение, о котором мы говорим уже в течение последних 20 лет. И мне бы очень хотелось, чтобы четкое и ясное представление об этих стратегических откровениях имел каждый служитель нового поколения, каждый пастырь и каждый лидер. По сути, это жизненная диссертация вашего пастыра. Это откровение, которое за последних 20 лет не потеряли свои актуальности. За последних 20 лет эти откровения приобрели, я думаю, что гораздо большую злободневность. И актуальности. Потому что рост церкви. Йо драудзеса пияугумс. Христианизация мира искусства. Макслас пасаулес крристианизация. Праздники поклонения. И христианизация всего нашего общества начиная сверху. Это долгосрочная программа. Та и реликтермина программа. Которая может взять у нас. Кура вар азиньемт мус. Я думаю, еще смело можно сказать еще следующих 20 лет. Висмас 20 нагошос годов. Потому что это не есть интересы церкви нового поколения. Тапец, что это интересы царства Божьего. Тапец, что это откровение. Реализуется не только в нашей церкви. Десятки, если не сказать сотни других церквей. С другим названием. Прямо или косвенно. Теще или нетеще. Сознательно или несознательно. Вовлечены в реализацию этих откровений. И это откровение. А сейчас непосредственно поговорим о восстановлении скинии Давида. Откроем Деяния апостолов. 15 глава, 13-18 стих. После того, как они умолкли, начали речь Яков и сказал мужи, братья, послушайте меня. Когда они были бея гуще runать, Яков с отбилдой с отсидом, брали, узклауси от меня. Повторяю Деяния апостолов. 15 глава, 13 стих. 13 стих. Симон изяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить их, из них народ во имя свое. Симон изяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, из симон согласно словам пророков, как написано. У нас то саскан, провешу варди, как и ракстится. Потом обращусь. Петч там, я саткал узцелушу. И вас создам скинию Давидову патшую. Давида сагруву шоу мајокли. И то, что в ней разрушено, вас создам, и исправлюшу. У нас откал узцелушу. Чтобы взыскали Господа и прочие человеки, и все народы, между которыми возвестится имя мајо. И все стауты, по которым мај варди, говорит Господь, творящий все это. Сака, это кунгс, который это делал. Итак, сам Господь Бог, патс кунгс Девс, берет ответственность, за то, чтобы восстановить скинию Давида, которая была разрушена, которая была уничтожена, которая была изнекинана. Бог берет реванш, Девс нем реваншу, и говорит, я вас создам скинию Давиду. И все, что в ней разрушено, я восстановлю, для какой цели, чтобы взыскали Господа, прочие человеки, и все народы, между которыми возвестится имя мајо. Именно поклонение определит будущих победителей. И я продолжаю утверждать, что вопрос поклонения, это самый актуальный и важнейший вопрос современности. Пелоксмс вопросов и мы сегодня пациент актуалайс вопросов. Итак, речь идет о спасении всего языческого мира, в котором будет возвещаться слово Божье. И я труна парвисас, пагану пасаулес глабшану, послушайте внимательно. Речь идет не только о песнях, а вечера хвалы и поклонения, если рассматривать глобально, восстановление скини Давидой, которая есть восстановление первой заповеди, а значит восстановление его достоинства и его владычества, связано с тем, что все народы, среди которых возрастится слово Божье, будут спасены. Саистит с тем, что все тautы, которые стыданы, где-то вверху, тихо глабшан. Восстановление скини Давидова связано с тем, чтобы языческие народы познали спасение. Давида Телц саистит с тем, чтобы погану тautы ипазит глабшану. То есть поклонение Богу, это строительство отношений не только по отношению к своему народу, но это есть строительство отношений и к другим, прочим языческим народам. Давида Телц это не есть категория, внутри церковная или внутри динаминационная. Та нав базницу или динаминацию божь здесь дает нам прогноз будущего. Девуша шеет нам дает нам прогнозы. Спасение языческих народов придет тогда, когда скиния Давида будет восстановлена. Погану тату глабшану отнага с тем, когда Давида Телц здесь некая интрига. Шеет есть некий секрет. Шеет есть как раз и мы постараемся этот секрет сейчас раскрыть. У нас папулейсим шоу нослайпуму отклак. Скиния Давида имеет непосредственное отношение к владычеству Господа Иисуса Христа не только в Израиле, но и в каждом народе, языческом народе, среди которых будет возвещаться слово Божье. Давида Телц отъянушена не только в Израиле, но и в каждом языческом народе. Чтобы взыскали Господа и прочие народы. Среди которых возвестится имя Иисуса Христа. Итак, для нас это очень важно. Мус это очень важно. Если мы рассчитываем видеть спасение Латвии, Норвегии, Норвегии, Германии, Австрии, Голландии, и каждого европейского народа, и каждого европейского народа, что-то Иисуса Христа Иисуса Христа на территорию новозаветных событий. Что-то в Ветханзавете устарело и не было перенесено в новой Завете. И, как мы уже говорили в первой половине семинара, когда мы пойдем на небо, кое-что останется на земле. А что-то то, что существовало на земле, оно будет дальше продолжать существовать на небе. И это вопрос поклонения. Поклонения было до сотворения мира. Оно будет существовать и после того, как история человеческая закончится. Итак, что такое скиния Давида? Давайте откроем первая параллель поминон, 16 глава. Первая лаеку, 16. Первая параллель поминон, 16 глава. Здесь записано так. И принесли ковчегу Божий, и поставили его среди скинии, который устроил для него Давид. И вознесли Богу всесажение, и мирные жертвы. Что такое скиния Давида? Кас татарь ир Давида Телц? Скиния Давида была устроена только для одной цели. Для того, чтобы в середине этой скинии, в центре этой скинии находился ковчег Божий. Скиния Давида была построена для того, чтобы ковчег Божий был защищен. Проще говоря, сердцевиной скинии Давида является ковчег Божий. Подолз Давида Телц центра ир Дева щирст. Сердцевина скинии Давидовой это ковчег Божий. Давида Телц бутый ир Дева щирст. Проще говоря, скиния Давида это помещение это солидное украшенное созданное по божественному плану помещение в центре которого находился самый главный атрибут скинии Давида Телц атрибут это ковчег Божий Дева щирст. Скиния была сотворена для ковчега. Телц только роди щирст. Если нет ковчега Скиния теряет всякий смысл. Если нет ковчега Скиния Давида теряет всякий смысл. Телц зауде я ковчегу скиния Давида обслуживала ковчег Божий. Проще говоря скиния Давида это инфраструктура Божьего ковчега Ковчег пирвичен Виспирмс шчирст Скиния вторична Петстам Телц Ковчег пирвичен Шчирст Скиния Скиния Телц отрщиріга Вторична Благодаря ковчегу Божьему паттецот Диева шчирст Скиния Давида И чтобы разобраться в том что есть ковчег Божий Давайте пойдем в ретроспективное путешествие Ветху Завета Давайте совершим ретроспективное путешествие Ветхи Завета Слово Ковчег С чем это слово ассоциирует у нас Это очень старое старое слово И мы должны сегодня расшифровать раскрыть смысл что есть ковчег Божий Итак что такое ковчег Впервые слово ковчег встречается в книге Бытие Впервые слово ковчег встречается в книге Бытие Бытие 6 глава 13-14 стих И сказал Бог Ною Конец всякой плоти пришел перед лицом Мое Ибо земля наполнилась от них злодеяниями И вот я изтреблю их земли 14-14 Сделай себе ковчег Из дерева гофер отделение сделай ковчеги Внесем первое определение Ковчег Это средство спасения Это средство спасения В то время когда вокруг бушует смерть ковчег ковчег беззакония ковчег ковчег это средство спасения праведных людей скинии еще не было Давида еще не было Бог уже был Его любовь была критерии добра и зла уже были и идея спасения у Бога уже была всякая плоть извратила путь свой и Бог узрел только одного праведного человека ноя и он сказал я буду изтреблять весь мир все человечество а ты сделай ковчег и дальше он рассказал каким этот ковчег должен быть и так ковчег это средство спасения праведных людей и отсюда практически вывод все что мы строим по Божьей воле все что мы созидаем по спасем спасет нас мы не можем спасти только благодаря послушанию слову Божьему а можем построить ковчег когда Господь говорит в Новом Завете я восстановлю скинию Давида это это Бог хочет возвратить праведным людям в первую очередь средства спасения это означает что Диус гриб отгрейз пирмкар тайсным человеком глобшан слеза почему Бог говорит о восстановлении скини Давида вероятно потому что ковчег был разрушен или похищен когда Бог говорит восстановлю скинию Давида вероятно Бог намекает на то что ковчег вернется иначе если бы ковчег не возвращался зачем нужна скини восстановление скини свидетельствует о том что Бог желает возвратить ковчег на свое законное место итак ковчег это условие и средство спасения праведных людей следующее место которое которое говорит о ковчеге это исход 25 глава 1 2 стих в каждую эпоху был свой сценарий спасения первая 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 бог спас благодаря ковчегу когда израильский народ выходил из Египта и находился в пустыне и вокруг было много врагов бог точно так же моисею сказал построй ковчег давайте прочитаем исход 25 1 2 и сказал господь моисею говоря скажи сынам израилев чтобы они сделали мне приношение от всякого человека у которого будет усердие принимайте мне приношение и устроят они мне святилище и буду обитать посреди них и все что я показываю тебе и образец кинии и образец всех сосудов так сделайте 16 и положи в ковчег откровение которое я дам тебе и положи крышку на ковчег сверху в ковчег положи откровение которое я дам тебе в ковчег находилось откровение которое Бог дал моисею ковчег 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 и дальше Господь продолжает и там я буду откроваться тебе и говорить с тобой ковчег и кое я не буду заповедовать через тебя сынам израилевам посмотрите во время ноя это было просто спасение средство спасения ковчег 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 вошел туда он со своей семьей и всякой твари по паре благодаря ковчегу первый мир был спасен в 8 душах дальше Господь углубляет представление ковчеги и когда израильский народ вышел из Египта и шел по пустыне он сказал Моисею для того чтобы вы были спасены для того чтобы вы были защищены для того чтобы вас не уничтожили эти хананские народы для того чтобы вас не уничтожили скорпионы и длинные змеи я хочу управлять вами я хочу руководить вами Я хочу построить капитанский мостик. Я хочу построить центр управления. Я хочу построить штаб-квартиру. Я хочу построить свой собственный офис на вашей территории. Это все определения можно обозначить одним словом. Он говорит, соберите деньги, серебро, золото, построите ковчег, в этот ковчег положите откровения. В этом ковчеге знаете, что было? В этом ковчеге были скрижали, на которых были написаны 10 заповеди. Ковчег – это место, где сосредоточен закон Божий. И что дальше Господь говорит? В этом ковчеге будет откровение, которое я дал тебе. И самое главное, там я буду открываться тебе и говорить с тобою. Итак, ковчег – это место, где Бог встречается с лидерами. Ковчег – это место, где сосредоточены откровения. Ковчег – это место Божьего присутствия. Ковчег – это место, где Бог открывается. И там он говорит, я буду открываться, и все, что я тебе, Моисей, буду говорить. И все, что я тебе, Моисей, буду говорить возле этого ковчега, ты потом передавай это всему израильскому народу. Итак, что есть ковчег? Делаем определение. Ковчег – это место, где сосредоточен Божий закон. Это место, где сосредоточен Божьего присутствия. Это место встречи человека, с Богом. Запишите этих несколько определений, и мы порассуждаем. Итак, что есть ковчег? Ковчег – это средство спасения и безопасности. Ковчег – это место Божьего присутствия. Ковчег – это сосредоточение Божьих откровений. Это место, где Бог обещал встречаться с человеком, и руководить народу. По сути дела, проще. Ковчег – это были глаза. Ковчег – это были уши. Ковчег – это была сердцевина израильского народа. Когда народ израильский двигался. Вот над этим ковчегом, о котором Бог сказал Моисею. Именно над этим ковчегом, ночью, был столб огненный. Именно над этим ковчегом днем был столб облачный. И люди, которые находились везде, на территории всего этого огромного стана израильского, они могли издалека видеть, Бог с нами. Потому что видимым образом Бог присутствовал среди израильского народа, но не на всяком месте. И не над каждым шатром, место Божьего явления, место Божьей славы, место Божьего присутствия – это был ковчег. И подумайте теперь, когда Бог говорит, я восстановлю, скиню Давида. Представляете, что стоит за этой фразой. Это значит, что дьявол похитил средства спасения. Это значит, что дьявол похитил Божьи откровения. Это значит, что Божье присутствие куда-то исчезло. Это значит, что человек перестал встречаться с Богом. А Бог говорит, нет, я добьюсь того, чтобы ковчег вернулся на свое место. Итак, мы определили, что ковчег – это центр управления. Я точно знаю, что Бог хочет обитать в новом поколении. Ковчег – это то, что придумал сам Бог. А человеку он поручил это построить. Там, где ковчег, там святилище Божье. Итак, какое же отношение поклонения и прославления имеет к этому ковчегу? Поклонение и прославление имеют непосредственное отношение к этому ковчегу. Потому что, когда двигался ковчег, вокруг этого ковчега находились люди, которые славили, превозносили и прославляли Господа. Прославление и поклонение – это инфраструктура Божьего владычества. Когда израильский народ видел, что Божий столб, столб Божьей славы, находился над ковчегом, это означало, что Божье владычество над народом Божьим. Они могли смело говорить, если Бог за нас, кто против нас. И вокруг ковчега находились левиты, которые поклонялись и прославляли Господа. Исход 40, 1-3, и сказал Господь Моисею, говоря, в первый месяц и в первый день месяца поставь скинию собрание и поставь в ней ковчег откровения. Я подчеркиваю, поставь скинию, а в скинию поставь ковчег. Постой скинию, а внутри скинию поставь ковчег, чтобы мои откровения, чтобы мои законы, мое присутствие было защищено. По сути, скиния защищается Божьи откровения, Божьи законы и Божьи присутствие. И дальше. Скиния – это специальное помещение для ковчега. Прославление было создано только для того, чтобы защитить и обслуживать ковчег Божий. Число, 10 глава, 32-33. Число 10, 32-33. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. И написано, и ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. Ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, и облако Господня осиняло их днем и осиняло их ночью. И теперь посмотрим то, что происходило в следующем сезоне. Это первая книга царств. В каждый исторический период был ковчег. И ковчег – это была сердцевина истории народа Божьего. Шел ковчег, и за ковчегом шел народ. Стоял ковчег, и весь народ стоял. И никто не имел права делать что-то вопреки ковчегу, потому что ковчег говорил о водительстве Духом Святым. Потому что даже враги знали, там, где ковчег, там и Бог. Давайте откроем. Первое царство, четвертая глава. Сначала давайте посмотрим Первое царство, вторая глава. История о скинии Давида начинается с первой книги царств. Господь священникам дал обязанность обслуживать ковчег. И во время Ильи произошла трагедия, потому что сыновья Илья, как священники, они не знали долго по отношению к ковчегу. И первая книга царств, вторая глава. Первая самуэла грамата, вторая нодађа. Описывается трагедия, как разрушается скиния Давида. Ир апрекстина трагедия, как все изнекинали Духом Святым. С двинадцатого стиха читаем. Сыновья Ильи были люди не годные и не знали Господа. И долга священника они не знали по отношению к народу. И дальше описывается, как они грешили во святом доме. Грех этих молодых людей был весьма велик, ибо они отвращали людей от жертвоприношения. И Господь обратился к Илью и сказал, за то, что твои сыновья грешат, придет наказание. Придет наказание. И мы читаем. Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, когда я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И самое главное, что он сказал, и ковчег будет похищен врагами. Самое большое проклятие, которое постигло израильский народ во время Ильи, что враги похитили вот этот ковчег. Это была физическая субстанция. Даже враги знали, что если у них есть ковчег, значит, у них есть Бог. Если нет ковчега, то нет Бога. И там произошла история, когда родился сын в этом семействе или и там, знаете, умерла мамочка при родах и сказала, что ковчег Божий взят. И слава отошла от Израиля. Зрелые люди понимали, что если ковчег Божий взят, значит, слава отошла от Израиля. Потому что нет средства спасения, потому что нет Божьих откровений, нет Божьего присутствия и нет встречи с Богом. По сути, потеря ковчега для израильского народа означало потерю самого Бога. Смотрите, читаем Первое царство, Четвертая глава, Цетвертая нодаля, и Седьмой и Восьмой стих. Седьмой и Восьмой стих. С пятого. И когда прибыл ковчег, завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля станала, и услышали филистимляне, и сказали, и узнали, что ковчег Господень пришел встан, и устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к нам встан, горе нам, потому что такого у нас не бывало ни вчера, ни третьего дня. Та, где был ковчег, там была Божья слава. И это видели не только израильтяне, это видели даже враги, филистимляне. И филистимляне похитили ковчег. Читаем этот трагический момент, 1 царств 4, 9, 11. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. Десятый стих. И каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пала израильтяне 30 тысяч пеших. И 11. Как самый страшный момент, и ковчег Божий был взят. Вот самый главный трофей. Филистимлянам не нужны были золото и серебро Израиля. Это ерунда. Филистимлянам не нужны были лошади и конницы и колесницы израильтяне. Это все ерунда. У них были свои. Сила Израиля была в их Боге. И они знали, что если они похитят ковчег, этот духовный авторитет, водительство Божье, то их глаза ослепнут, их уши отлохнут, это их мудрость отступит от них. Потому что если народ потеряет Бога, этот народ можно легко победить и превратить в рабов. Первая царь 4, 12, 13, и побежал один Виньяминьтианинс места сражения прибежал в селом, Ильи сидел у себя там на престоле, и тогда, когда ковчег, когда ковчег, ковчег, как Беняминьтианинс он нанес тази динам шило, дребез у них был заплес, у них голлз был земи, когда он нанес, он был ассиди уз кресла, цель малой вэродом сапкарти, ведь сердце было немерие, дева шчиста дель. И так, 1. царь 4, 22, говорится, она сказала, аташла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий. Мы сейчас говорим о событиях Ветхого Завета, но давайте немного перенесемся в современную жизнь. Давайте согласимся, было время, когда церковь была великой, влиятельной, могущественной и побеждающей. Когда Бог очевидно присутствовал в народе своем, были чудеса и знамения. Церковь была крещена Духом Святым, и знамения сопровождали Слово Божия. Потом вдруг, кто-то говорит, крещение Духом сцена нам не нужно. Мы не верим в крещение Духом Святым. Похищается откровение. Церковь, которая руководила всем обществом, начиная от царей и простолюдинами, потом эту церковь отделяет от государства и говорит, все, церковь не может влиять. А потом церковь превратили в какое-то культурное второстепенное приложение. И некогда авторитетная влиятельная церковь сегодня превратилась в какой-то клуб. Слабость церкви, современная церковь, что филистимляне, современные филистимляне, похитили ковчег Божий из церкви. Нет присутствия, нет великих откровений, церкви не растут. Спасение это такое условное понятие. Как часто мы встречаемся с Богом? Я не хотел бы, чтобы мы сегодня скучали, когда мы читаем про те времена. Беззакония священников позволяют врагам похитить ковчег Божий. Когда священники грешат, когда священники коррумпированы, когда священники поражены блудом и дают повод торжествовать врагам, Бог уходит. Боже, что сегодня творится в христианской церкви? Одно событие, одна новость за другой страшнее, одна новость страшнее другой. И хочется сказать, а где место Божьего присутствия? кладбут на свет. Бог говорит, я восстановлю скиню Давидову, я восстановлю авторитет церкви последнего времени, и это авторитетная церковь, в которой ковчег вернулся. Она сможет влиять на прочие народы, среди которых возвестится Слово Божие. Во-первых, ковчег вернется в церковь. Я верю, что в новое поколение этот ковчег вернется. Я знаю, что в христианское сообщество Латвии этот ковчег вернется. И когда этот ковчег будет возвращаться, произойдет то, что было там. Давид танцевал, народ торжествовал, приносил жертвы. Потому что это будет восстановление достоинства нашего Бога, это будет восстановление владычества нашего Господа. Это будет время последнего пробуждения. Аминь. Итак, ковчег. Читаем 1 царств 5.3. Что там происходит? Филистимляне взяли ковчег Божий, внесли его в храм Дагона и поставили его рядом с ним. Начинаются приключения, смотрите. Казалось, ну что такое ящик? Ну что такое ящик, этот ковчег? А это не просто ящик. Сам Бог бодрствует над словом своим. Представляете, нет церкви, нет священника, нет никаких там служителей. Враги поставили Божий ковчег рядом с Дагоном. Какое-то чудовище стоит. И рядом ковчег стоит. Закрыли этот языческий храм и ушли. Без содействия рук человеческих. В эту ночь началось шевеление в этом храме заколоченный вот такими гвоздями Дагон начал шевелиться. Повторяю, без содействия руку шевелился, шевелился и упал. Причем не кое-куда упал. А он прямо лицом упал перед Ковчегом Божьим. Мы даже с вами не представляем какая сила в этом Ковчеге. Какая сила в этих откровениях. Какая сила в Божьем присутствии что даже материальные вещи не выдерживают. Если тебя затяни на следующий день пришли Дагон, что с тобой? Пьяный что ли? А тот, как после похмельюка встает весь разбитый. Не знаю, что за ночь была. Для меня эта ночь была вне закона. Его поставили вот такими побольше гвоздями заколотистыми. Бог, ты что, мы уповали на тебя? А ты стоять не можешь. Закрыли на следующую ночь. А на следующую ночь Господь ангелов послал туда. И обрубали ему руки. Пообрубали ему ноги. и голову тоже. Ну, на всякий случай. И когда на следующий день открывают этот храм, Боже мой, Бог Дагон не догнал. Четвертованный лежит в разобранном виде перед ковчегом Божьим. Я о чем говорю? И что я хочу сегодня подвергнуть? Куда бы ни пытались спрятать Божье откровение, Бог, который бодрствует над судом Своим, Он везде докажет свое преимущество и свой авторитет над всеми богами язычников. Халлуйя! И они пришли и говорят, что это такое? Проклятие в нашу жизнь пришло. Бог не будет стоять наравне с другими богами. Христианская религия не будет на одной линейке с другими языческими религиями. Потому что Иисус не есть Бог наравне с другими богами. Иисус есть царь всех царей и всех господствующих и перед именем Иисуса будут падать все дагоны и все артемиды. И смотрите, народ израильский страдает. Когда Бог уходил из израильского народа, вы читайте, враги приходили, насиловали жон. Израиль выращивал урожай, а враги приходили и забирали. Израиль строил дома. Враги приходили и жили в их домах. Этот народ выгоняли. Они жили в землянках. Они были в плену. И говорили, Бог, мы согрешили. Мы отступили. Ковчег взят. Бог, возврати ковчег на место. Амин. и вот сейчас Давид, который все понял, и он говорит, я сделаю все. Знаете, заслуга Давида заключается в том, что ни один из царей он не осмыслил до конца этой важной исторической роли ковчега. И смотрите, он сказал, я абсолютно отвечаю за то, чтобы вернуть ковчег Божий на свое место. Я не хочу смотреть, как мой народ страдает. Я не хочу видеть, как враги Божьего народа топчут наши урожаи, насилуют наших жен, наших детей приносят в жертвы. Я знаю причину. Мы должны вернуть ковчег Божий. И для этого я построю скинию. Мы должны вернуть спасение, мы должны вернуть Божье откровение, мы должны вернуть Божье присутствие, мы должны вернуть утраченную славу Израиля. Кто-то должен в Латвии встать и сказать некогда. Слава Божья, которая обитала на этой земле, она должна вернуться сюда. И мы должны приготовить путь Господа. И мы должны вернуть этот ковчег. А для этого построить эту скинью. Халлелуйя! И давайте смотрим дальше. Так. Первая царь 6.1.3 6.1.3 И прибыл ковчег Господень в область филистимскую и призвали филистимляне жрецов и сказали, что нам делать, потому что этот ковчег приносит проклятия, потому что там начали избедствия. И первая параллелуйя, 15.2.3 Давид говорит, никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчегу Божию и служить ему вовеки. Левитов должны взять на себя ответственность возвратить этот ковчег. И читаем 12.1.15.12. И сказал Давид, вы начальники родов левитских, а святите сами и братья ваши, ибо как прежде не вы это сделали, то Господь Бог поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И послушайте момент истины. Я понимаю, после обеда это тяжело переваривать, но напрягитесь, пожалуйста, если кто-то рядом спит, ущипните его, скажите, самое главное, не пропустите. Ковчег уже возвращается. Скажи нескольким людям вокруг, скажи, Ковчег уже возвращается. Бог восстанавливает скинию Давида. Возвращается утраченная слава. Возвращаются утраченные откровения. Возвращаются дары Духа Святого. Возвращается владычество Иисуса Христа. Халлелуя. И смотрите, кто готовил путь для этого ковчега, который возвращался в скинию. Читаем следующий стих. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями. Вы понимаете, что не музыка важнее всего в скинии Давида. В скинии Давида важен ковчег. Божье откровение, Божье присутствие и личное присутствие Господа. Закон Божий вот основа скинии Давида. А что делали музыканты или левиты? Они сопровождали ковчег Божий. Если меня слушают музыканты, левиты, лидеры прославления, и также если находятся здесь таковые, послушайте внимательно, что такое восстановление скинии Давида. Каждый левит, каждый поклонник, он должен понимать, что мы обслуживаем генеральные откровения Церкви Божьей. в центре нашего поклонения закон Божий, откровение Божье, присутствие Божье и спасение. Когда ковчег возвращался, тогда на улице встречали этот ковчег и сопровождали тысячи музыкантов. Они были с музыкальными орудиями, цитрами, кимвалами, чтобы громко возвещать голос радования. Представьте себе, Хинания, начальник левитов, был учитель пения, там были священники, которые трубили трубами, трубили трубами перед ковчегом Божьим. И когда Бог помог левитам, нешим ковчег завета, чтобы закололи жертвы, тогда был великий праздник в городе, и Давид был одет в весонную одежду, и также весь Израиль вносил ковчег с восклицаниями при звуке рога и труб, кимвалом, играя на псалтырях и цитрах. Более двадцати лет потребовалось Давиду для того, чтобы он вернул плененный ковчег с послушайте, двадцать лет более двадцати лет ковчег Божий отсутствовал, был в плену у Филистимля. в течение 20 лет мучительно Давид старался сделать все, чтобы Ковчег вернулся на свое место. Новому поколению 20 лет. В этом году нам будет 22. Это не простая программа. Это не просто вечер хвалы и поклонений. Подумайте, что Давид был президентом. И это он делал все на национальном уровне. Все министерство культуры пахало на откровение о восстановлении скини Давида. Музыканты. Там было где-то больше 2000 музыкантов. Там были хоры. И этот Ковчег возвращался. Дальше. 1 Паральпоменон 15.29 И когда Ковчег Завета Господня входил в город Давида, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно. Ну, мы знаем уже, пролистаем это все. 1 Паральпоменон 16.1 И мы вернулись к тому стиху, с которого мы начали. И принесли Ковчег Божи, и поставили его среди скини, который устроил для него Давида. Кавчегам господним. Музыканти, ливити, поклонники обслуживают Кавчег. Они стояли вокруг Кавчега. Можете представить такую картину? Шикарно устроены залы. Храм. В центре. На подиуме. Уз паугстинай. В Кавчеге Слово Божье. Закон Божий. Бог бодрствует над Словом Своим. А вокруг Кавчега стоят сотни музыкантов с кимвалами, с цитрами. Искусные, профессиональные. И вы знаете, что сделал Давид? Нон-стоп. День и ночь. По стражам. С двенадцати до часу поклоняется эта группа. С часу до двух ночи поклоняется вот эта группа. С двух до трех поклоняется та группа. И были, как написано, череды были. Стражи были. Вы понимаете, что поклонения небеса держат открытыми. И на государственном уровне Давид устроил непрекращающиеся служения, хвалы и поклонения вокруг Божьих откровений, вокруг Божьего присутствия и вокруг скини встречи человека с Богом. Это произошло под конец жизни Давида. Это было самое великое достижение царя Давида, после которого он мог сказать, Бог, все, что я мог сделать, я сделал. Что такое деньги вернуть? Что такое вернуть пленных рабов? Это ничего. Что такое вернуть земли, которые забрали враги? Самое главное вернуть ковчег, вернуть Божье откровение и знать, что Бог с нами, что днем над нами небо открыто, что рука Божья простерта, и когда приходили музыканты, левиты, и окружали ковчег, они в трепете, в трепете и в благоговении говорили, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его и слава Божья пускалась. Когда Соломон освещал храм, на центральном месте был ковчег, и там больше 120 священников с трубами стояли не от музыки, а от того, что здесь благоговели перед Словом Божьим, не музыка в центре поклонения, а Божье Слово, Божий закон, Божье откровение, Божье водительство, это есть самое главное, сердцевина, скини Давида. И когда они трубили, Писание говорит, слава Господне опустилась, и никто из священников не мог стоять на месте. Друзья мои, Латвия это уникальная страна. Я думаю, что более 120 лет назад праздники поклонения, которые потом были трансформированы в праздники песни, они были организованы священниками. Первые праздники хвалы и поклонения это был фестиваль церковных хоров. Если мы копнем историю, мы увидим репертуар этих первых праздников. Это были праздники поклонения. Когда собирались тысячи хористов и тысячи верующих людей, и они поклонялись Богу день, и они поклонялись Богу два дня, почему это откровение родилось в новом поколении? Я родился в Казахстане. Об истории Латвии я вообще ничего не знал. Почему я оттуда приехал сюда? Вы знаете, не во власти идущего давать направление своим стопам. И в течение 20 лет мы говорим о том, что Бог восстановит скинье Давида, что Бог устроит христианское правительство, что здесь мы увидим праздники поклонения на государственном уровне. Когда я сегодня все складываю вместе, откровения нового поколения, я вижу, что это все есть не что иное, как воспроизведение тех событий, которые происходили во времена Давида. кто-то этого не понимал, кто-то до сих пор не слышит. Мы знаем, что здесь находятся люди, которые уже видят в будущем то, что Бог обещал и то, что Бог запланировал. Если Он сказал, я восстановлю, Он восстановит. И мы вернемся к тем истокам. Дьявол разрушал скинью Давида в Латвии. Христианская инициатива. Христианские хоры. Христианский библейский репертуар поклонения Богу со временем был заменен фольклором, светскими песнями, и на сегодняшний день это сплошное язычество. И я могу смело сказать, что некогда построенная скинья Давида в Латвии она была разрушена. И ты меня спрашиваешь, что дальше делать? А я читаю то, что написано в Диане. Господь говорит, потом обращусь, потом обращусь, потом обращусь и восстановлю скинью Давида. Все, что Бог однажды начинал, Он обязательно восстановит, даже если это было сто лет назад. У Бога не останется бессильным никакое слово. И на сегодняшний день Бог уже побуждает священников других церквей. Лютерам, пятидесятникам, приходить туда на Межапарк и ходатайствовать перед Богом. Восстанови скинью Давида. Восстанови прежний репертуар, чтобы, когда будет двадцать тысяч ход, когда сорок тысяч будет зрителей, чтобы латвийский народ поклонялся ни солнцу, ни луне и звездам, ни ветру и ни двадцати матерям, дорог, траве, дубу, черешни, вишни, березки. Это все творение. А Бог нас запретил поклоняться творению. Бог нам сказал, чтобы мы поклонялись Творцу. Если ты меня споришь, какие прогнозы, вы увидите, Бог будет побуждать святых, чистых католиков, лютерам, баптистов, харизмат. Да какая разница? Он возьмет смелых людей. Он снова их соберет. И я пророчусь вам, что на государственном уровне скине Давида будет восстановлен и привычный языческий контент праздников песни, он будет заменен христианским содержанием, когда хор в двадцать тысяч, когда аудитория в сорок тысяч будет поклоняться живому Богу и превосносить имя его превыше всех других имен. Господь возвращает ковчег. Я чувствую в духе его шаги. Ковчег возвращается. Ковчег возвращается. Господь возвратит утраченную славу. Господь восстановит разрушенное достоинство. Камень, который отвергли строители. Господь снова положит во снова угла. Наш позор закончится. Наша нищета закончится. Наше убожество закончится. Когда ковчег вернется, вернется великий Бог, в руках которого вся власть и сила. Когда ковчег вернется, вернется спасение. Когда ковчег вернется, придут Божьи откровения. Когда ковчег вернется, вся Латвия переживет на себе Божьей присутствии. И то, что было в начале прошлого века, когда города были в огне, когда эти миссионеры деревня за деревней, город за город приводили к Иисусу. Этот опыт восстановится. И Он говорит, даже если дерево срубили, эти корни почти засохли. Но как только они почувствуют воду, как только они почувствуют воду, расцветет. Некогда утраченное дерево. Может быть судьбу Латвию кто-то срубил. И сказали, ты больше никогда не будешь христианской. Ты будешь либо языческой. Недавно на латышский переведили Коран. Это издевательство вообще над здравым смыслом. Интеллигенция. Заинтересовалось исламом. Нам ничего ислама здесь не хватало. Господь даст высказать со всем. И потом Он скажет свое последнее решающее слово. Он поставит свои ноги на эту землю и скажет это мой народ. Это моя собственность. На дланях Иисуса Христа написано Латвия. И за эту судьбу заплачена великая цена. И восстанет Господь. И расеются все враги. И все ложные боги. И щелднут лица земли. можно верить этому. Можно не верить. Но слово Божье оно живо и действенное. Небо и земля пройдут. Но слова его никогда не придут. Вы вспомните это слово. Ваши глаза это увидят. Восстановление скинет Давида. Бог уже ковчег возвращает. Готовьтесь. Слава Божия грядет. Готовьтесь. Чудеса Божьи грядут. Готовьтесь. Дары Духа Святого начнут действовать. Бог снимет с нас проклятие. Бог снимет с нас посрамление. И вместо пепла Он даст нам украшения. И Латвия будет цитаделью христианской культуры. И Духовного возрождения в европейском пространстве. На поклонение сюда будут приезжать со всей Европы. День и ночь. День и ночь. Здесь будут целые стражи. Здесь будут десятки групп разных поклонников, которые будут проклоняться, поклоняться и говорить Свят Господь. Эти времена грядут во имя Иисуса Христа. Давайте встанем и будем молиться. Пожалуйста, приготовьте для вечерей стол. Поднимите руки и скажите, гряди, Господь. Я живет долина костей. Гряди, Господь. Мы ждем к тебе наши взоры. Ковчег грядет. Ковчег возвращается. Боже, восстанавливай скинь у Давида. И все, что разрушено, восстанови. Все, что разрушено, восстанови. Церковь, молись насчет себя. Молись насчет своего сердца. Скажи, Бог, все, что дьявол разрушил, восстанови. Я хочу быть поклонником твоим. Я хочу обновить совет с тобой. Я хочу поклоняться тебе в духе. Я хочу поклоняться тебе в истине. Я хочу, чтобы тебе не было стыдно за меня. Моя жизнь для тебя. Мои таланты для тебя. Моя юность для тебя. Мои таланты для тебя. Мои таланты для тебя. Мои таланты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О Дух Святой, мы обновляем завет с Тобою Дух Святой, мы обновляем завет с Тобою Дух Святой, мы приходим в присутствие Твое Дух Святой, мы обновляем завет с Тобою 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 Читаем 10 и 11 стих И соделал нас царями и священниками Богу нашему И мы будем царствовать на земле Я верю Божьим прогнозам Я не верю сегодняшней реальности Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека Если Иисус сказал, поверь мне, наступает время Когда будут истинные поклонники поклоняться Отцу в Духе и в истине Я верю Иисусу Это Он мне сказал, поверь мне Я говорю, Иисус, я верю тебе Дальше, камень, который отвергли строители Господь говорит, он снова будет во главе угла Я верю в эти прогнозы И дальше, если сам Господь говорит, потом обращусь И воссоздам скинь у Давида Наверное, у Бога много разных дел После которых Он говорит, потом обращусь и обращу внимание на Латвию Бог обратит внимание на Латвию Он всерьез займется нашими делами Потом обращусь И что? Он не просто подсочувствует и скажет, да, ребята, не повезло вам Нет, Он скажет, ребята, молодцы Вы стояли до конца, я восстановлю скинь у Давида Всех идолов, все мерзкие чудища уберу метлой Божией И праведники воссияют, как светило на Тверде Небесной Праздники поклонения – это реальность На Меже парке Потом, после этой вечери, послушайте свидетельств Откровение, пятая глава Я видел и слышал голос многих ангелов Вокруг престола и животных, и старцев И число их было тьмы тем и тысячи тысяч Которые говорили громким голосом Что же они говорили? Они говорили, достоин, акнец закланный Принять силу и богатство И премудрость, и крепость И честь, и славу, и благословение Что делает наше реальное поклонение? Наше реальное поклонение восстанавливает достоинство акнеца Божьего Который сказал, когда я буду превознесен Я всех привлеку к себе Я хочу, чтобы превознесенный акнец Божий в Латвии Всех привлек к себе И дальше И всякое создание, находящееся на небе На земле, под землею, на море И все, что в них слышал я, говорило Ответ будет достойный Сидящему на престоле и агнцу Благословение и честь, и слава, и держава Во веки веков Кто будет в центре? Антихрист Кто будет в центре? Валтасар Кто будет в центре? Иисус Христос Новый мировой порядок принадлежит Иисусу Христу Который сказал Славы моей Не отдам никому Давайте вместе произнесем вот эту Очень сильную молитву Давайте вместе скажем Достоин огнедзаклонный Достоин огнедзаклонный Принять силу и богатство Принять силу и богатство И премудрость и крепость И честь и славу и благословение Еще раз Достоин огнедзаклонный Принять славу, силу и богатство Примудрость и крепость Честь, славу и благословение Поднимите руки и скажи Господь, я жду Ковчег возвращается Мои глаза Увидят В восстановлении скинии Давида Возвращение утраченной славы Царство Божие, пришедшее в силе Все, что ты начал на этой земле Ты завершишь Для славы своей И для царствия твоего Гряди, Господь И утвердит царствие свое Восстань, Господь И рассеются все враги И все ложные боги Исчезнут с лица земли Я благодарю тебя Я обновляю свое отношение с тобой Я хочу, чтобы ковчег вернулся в мое сердце В мой дом В мою церковь В мой город Пусть в центре моей любви Моих интересов Моей радости Главный смысл моей жизни Пусть будет сосредоточен В тебе Мой драгоценный Спаситель Иисус Христос Аллилуйя Я хочу, чтобы ковчег вернулся в мое сердце 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 Этот хлеб, пить это вино, пусть это откровение о скине Давидова, пусть откровение о восстановлении отношений с Тобой, пусть откровение о присутствии Твоем в народе, пусть оно растворится в нас, пусть оно поможет двигаться нам дальше, пусть это основание, пусть этот краеугольный камень откровений нового поколения поможет приобрести свободу, услышать Слово Божие не только в Латвии, но и каждому народу в этом мире, пусть через Твое Слово, пусть через Твою восстановленную скине Твое Слово будет превознесено, пусть будет восстановлен Твой авторитет и в Латвии, в каждом народе, во всем мире, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Достоин Агнец, заклонный за нас принять славу, честь, величие и державу. Сегодня мы склоняем наши сердца перед Тобой, Иисус, за эту жертву, которую Ты принес ради всего человечества. Бог мой, Ты висел на Голгофе ради меня, ради моих друзей, ради моей семьи, для того, чтобы мы были спасены, для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы были здоровы, потому что Ты взял на себя все наши немощи и понес наши болезни. Сегодня, стоя у этой жертвы, мы вспоминаем Твои голговские страдания, с благодарностью прикасаемся к хлебу, с благодарностью прикасаемся к крови Твоей. И пусть сила Твоя, сила прославления, сила поклонения войдет в наше сердце, войдет в наш разум. Пусть придет победа знать Тебя, служить Тебе, поклоняться Тебе, возвещать Твою победу во имя Иисуса Христа. И пусть на этой земле будут праздники поклонения, пусть на этой земле славится имя Твое, пусть на этой земле имя Твое утвердится в этом народе, в сердцах людей, в каждом городе, во имя Иисуса Христа. Мы заключаем новый завет с Тобой, Господь, и пусть победа Твоя будет на нашем сердце, будет в нашем разуме во имя Иисуса. Халлелуя. Давайте сейчас опустимся вниз. И что мы положим в основу нашей молитвы, когда в наших руках будет и хлеб, и вино? Давайте мы перед Богом поставим этот главный вопрос Божий. Пожалуйста, помоги мне стать поклонником. Помоги мне пересекать духовно-материальные границы. Помоги мне ценить Тебя больше всего на свете. Помоги мне, забывая заднее, простираться к цели и стань моей целью жизни. И самое главное, Боже, пусть Твое достоинство будет восстановлено в моем сознании, в моем сердце. Пусть Твое владычество будет восстановлено. Помоги мне не очерстветь по отношению к Тебе. Пусть этот страх Господень, этот трепет, пусть этот внутреннее благоговение никогда не исчезнет. Любите Господа. Поклоняйтесь Господу. Дорожите Господом. И Бог будет дорожить вами. Пожалуйста, вы можете сейчас подходить, брать хлеб, вино, возвращаться на место, и потом мы вместе совершим общую молитву. Поклоняйтесь Господом. Приготовь наши сердца к этому священнодействию. Дух Святой, открывай нам глубину Твоей искупительной жертвы. Открывай нам смысл Твоих страданий. Драгоценный Дух Святой, совершай, Господь, эту великую работу. Боже, пусть ни одного человека не будет равнодушным. Я прошу, пусть каждый человек полюбит Тебя еще больше. Пусть каждый человек познает Тебя еще больше. Боже, освяти наши сердца, освяти наши руки, освяти нашу совесть. Дух Святой, приблизь нас к Себе. Дух Святой, мы зависим от Тебя. Дух Святой, открывай наши духовные глаза. Пусть наше сердце будет ковчегом. Пусть в нашем сердце будет Твой закон. Пусть в нашем сердце будут Твои заповеди. Пусть в нашем сердце будет, Господь, Твое присутствие. Страх Господень. Пусть это слово не возвратится к Тебе тщетным. Пусть это слово исполнит то, для чего оно послано. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Благодарим Тебя за то, что Ты служишь нам. Благодарю Тебя, драгоценный Дух Святой. За то, что Ты посещаешь нас. Без Тебя мы не можем делать ничего. Ламас тамуги ремосандия. Фламиду сутолма аркуталебетолаве карабасонта. Пресчалатарвесо телабокурма эратукутолирисучиндалабакатойя. Гаметзинчимбагасондирмациндулия рассутол. Кеталамурзаманджинцараблетирвосочинцитиргусутриманджилараклэштала. Халабахасутинталуурсантия. Давайте вместе скажем. Отец Небесный. Я прихожу в присутствие Твое. Я благодарю Тебя за этот святой день. Я благодарю Тебя за это святое Слово. Которое освещает мое сознание. Благодарю Тебя, что могу познавать истину. Благодарю Тебя, что эта истина делает меня свободным. Я умоляю Тебя. Помоги мне стать поклонником. Истинным. Чтобы поклоняться и в духе, и в истине. Научи приходить к престолу Твоему. И наслаждаться присутствием Твоим. Я люблю Тебя. Я хочу сделать для Тебя. Что-то великое. Чтоб Тебе не стыдно было. За меня. Я хочу прославить Тебя на этой земле. И осуществить Твою волю. Твои планы. Грели, Господь. Восстановись, кинь у Давида. Возврати ковчег. Возврати откровение. Возврати Твое присутствие. И пусть всякое колено на этой земле преклонится перед именем Твоим. Я обещаю Тебе свою верность. Своё послужание. И пусть имя Твое прославится. И Царствие Твое пусть утвердится на этой земле. Я прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса. Позволь в благоговении и в трепете прикоснуться к самым великим святыням на этой земле. К Твоему ломимому телу. И к Твоей драгоценной крови. Я обновляю свой завет с Тобой. Я обновляю завет с Церковью. Я буду верным Тебе и верным Церковью. Пусть имя Твое прославится. И пусть имя Твое возвеличится. Через мою жизнь. Через моё поклонение. И моё служение. Во имя Иисуса. Аминь. Пожалуйста, принимайте. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спасибо Тебе, Иисусу. Спасибо Тебе, Дух Святой. Редактор субтитров А.Кулакова Возвращается. Победа возвращается. Утраченная слава и власть Возвращается. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Возвращение. Редактор субтитров А.Кулакова Я благодарю Тебя за Возвращение. Благодарю Тебя за эту силу. Благодарю Тебя за обновление церкви. Возьмите свою жертву. Давайте помолимся вместе. Подними свою жертву и скажи вместе со мной, Отец. Я хочу, чтобы этот ковчег вернулся. Чтобы присутствие Твое возвратилось. Чтобы эти счастливые времена вернулись. Когда Ты наслаждался мною. А я наслаждался Тобою. Я благодарю Тебя за обновление. Которое Ты даешь мне сейчас. Пусть это слово растворится верою. И как Давид приносил жертвы. Когда возвращался ковчег. Я хочу также принести эти жертвы. Чтобы этот ковчег больше никто не похитил. Чтобы эти откровения никто не украл. Чтобы мою радость спасения никто не украл. Держи меня крепче. Храни меня в этом мире. Пусть кровь Иисуса будет надо мною. Ты себя принес в жертву ради моего спасения. Я принесу эту жертву. Как знак благодарности. Как патрица за то, что Ты сделаешь для меня. Люблю Тебя. Благодарю Тебя. И поклоняюсь Тебе. И пилудзу Тебя. Ваим Иисуса. Ваим Иисусу. Ваим Иисусу. Амен. Ашари, пожалуйста, пустите ведро по золу. Ашари, пожалуйста, пустите ведро по золу. Я верю глубоко. Я верю, что такое глубокое учение, оно глубоко изменит наше отношение к поклонению. Подумайте только. Поклонение меняет атмосферу. Это то, в чем нуждается каждая семья. Да не столько денег, сколько атмосфера. Не так много науда, сколько атмосфера. Это то, в чем нуждается каждая церковь. Это то, что ваим к каждой базнице. Слово есть атмосфера. Ваим Иисусу. Атмосфера нет. Поклонение, как Саула, который принес на работу Давида. Отсеретесь Саулу, который принес на работу Давиду. И Давид играл на арфи. Давид спелел из арфас. И пускай не говорит, злой дух, отступал от Давида. От Саула. Саула. Леонс гарс отстаясь от Саула. Давид играл, а злой дух отступал от Саула. Представьте себе, если будут праздники поклонения в городе, злой дух отступит от города. Криминалитет поменяется. Наркотрафик изменится. Хьюман трафик поменяется. Человек тирзнецим майнится. Беззаконие закончится. Неликумиба сбеиксится. Эта атмосфера святая вытеснит всякую атмосферу беззакония. Жизнанта атмосфера изпедис неликумибу, нетайсним. Мы сегодня так много говорим об экологии. У нас так много сейчас комиссий, которые проверяют. Выхлопные газы автомобиля. Трубы дымят. Чтобы мы дышали чистой атмосферой. Поклонение. Это самая чистая экология. Духовная экология. Я знаю, что когда церковь реально поклоняется Богу, всякий ропат, всякий страх, всякая неуверенность, вся эта грязь вся вытесняется. Злые духи отступают. И приходит сильный, здоровый дух. Давайте прострем руки и помолимся. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты здесь. За то, что Ты на этом святом месте. Я благодарю Тебя. Я люблю Тебя. И я хочу Тебя просить, Дух Святой, воздай в тысячу крат этим драгоценным людям, которые верят Тебе. Которые уповывают на Тебя. Которые, Господь, доверяют Тебе. Которые устится с Тебю. Я прошу Тебя, наполния славу Твоей. Сделай их реальными поклонниками. И пусть имя Твоё прославится. И пусть имя Твоё воздвигается. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Амэн. Прославьте Господа. Я бы хотел сделать пару объявлений. Первое. Восьмого тире десятого июля у нас будет конференция под названием освящение и оснащение. Мы должны спланировать свои мероприятия на июль месяц таким образом, чтобы этих три дня у нас были свободны. Это будет очень важная, особенная конференция. Поэтому мы ждем вас всех с нетерпением. Нам будет служить ансалмс Мадабука. У нас будут в программе женское служение. Ольга Ледяева, моя жена, будет вести. И для мужчин я буду вести. Хотя, честно говоря, я хотел давным-давно поменяться ролями. Я знаю, что нужно женщинам. Но Ольга не соглашается никак. Не понимаю. Пусть она мужчину учит, а я женщина. Я уже за тридцать лет знаю все слабости женские. Все коварные стороны. И все сильные духовные стороны. Не знаю, но этот раз она чуть не соглашается. Но в следующий раз... Потом у нас будет молодежное служение. У нас будет концерт. Открывать конференцию будет концерт небеса проповедует славу. Великолепные конференции будут. Пожалуйста, приглашайте всех. Я думаю, что на следующей неделе... У нас будут уже готовые флайеры пригласительные. Ну, на 8-10-е готовьтесь. Второе объявление. Ковчег возвращается. И возвращается библейская школа. Открывает библейская школа новая поколения. Вы, наверное, видели уже этот баннер в фойе. Там будут учить Алексей, Ольга, Анселмс. Очень качественное учение, которое может преподать Марк Торнер. Это прославление. Так же будут учить и другие пасторы нового поколения. И я бы очень хотел... Если у нас сейчас есть анкеты, приготовленные... Пожалуйста, выберите время. Будет школа проходить в течение двух месяцев. С 12-го. В сентябре. До середины ноября, как раз перед ноябрьской конференции. Это будет супервременно. Вот, предположим, на то, что вы сейчас переживаете. Только это будет происходить every day. Катру дена. Катру дена. Вот такое благословение будет. Если вы спросите, на кого рассчитано. В первую очередь, это для повышения квалификации тех, кто уже в служении. Это первое. Второе. Это для новообращенных, которые пришли, я думаю, получить образование. Это будет очень важно. Кроме базового материала, который будет здесь преподаваться с 10 утра до часу дня. У нас будут еще факультеты. То есть после обеда у нас будет несколько факультетов. Это будет молитвенный факультет. Это будет домашняя группа. Линия доверия. Это будет прославление. И также факультет, как мы назвали, искусство проповеди. То есть я буду вести проповеднический факультет. Я буду учить логическому мышлению. Я буду учить построению проповеди. И так далее. Думаю, это будет очень важное, интересное время. Поэтому подумайте, пожалуйста. Обучение будет стоить всего лишь 100 латов. Представьте, два месяца. Это вообще очень доступная цена. Сейчас мы решаем вопрос устройства и питания. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы студентам было здесь уютно и защищено. Было бы очень хорошо, если бы мы сейчас уже могли регистрироваться, чтобы мы могли уже знать, сколько людей будет здесь. Конечно, хорошо было бы где-то человек 150 набрать, чтобы у нас была нормальная, хорошая аудитория. Поэтому подумайте, пожалуйста. Если нужны, раздали уже все, да? Да, как всегда, не хватает. Кто еще просит? Поднимите руки. Ну хоть кто-нибудь попросите. Вот просит. Вот просит. Вот просит. Лук, лук, ва язык. Хорошо, если кто отсюда, мы завтра еще распечатаем. А для пасторов других церквей, пожалуйста, сделайте объявление, возьмите один, да раскопируйте, и все. Какие проблемы? Или на Ямал пришлем. Сделайте рекламу. Возьмите своих пасторов. Я считаю, что от каждой церкви, человек по 10 смело можно просто отправлять, потому что это будет классное, качественное время. Вот. Вот. Что бы вам еще сказать? Правильно. Правильно. Вот, пожалуйста, Инта, иди расскажи. Про коридорное свето. А, вот еще и Жанна. Жанна и... Жанна Фриски. И Инта Фалмани. Жанна, иди сюда. Жанна, он и Инта. Смотрите, я бы не хотел, чтобы мы вот это учение рассматривали исключительно как теория, такая... Теория, которая, ну, никакого практического применения не имеет. Вот расскажите, как вот сначала, давайте, а вы завершите. Как поклонение помогает решать наши социальные вопросы? Расскажу вам, как поклонение помогает решать социальные вопросы. В общем, у нас случилось такое интересное событие, что в городе начали проверять здания, которые портят внешний вид. И, к сожалению, или к счастью, наше здание пятиэтажное попало в такую категорию. И нас вызвали на административную комиссию и сказали, что нам надлежит будет оплатить штраф в размере 250 латов приблизительно. Ну, 250 латов – это тоже большие деньги. И что мы начали делать? У нас каждую пятницу молитвенное служение. Мы объявили пост и начали просто поклоняться Богу. Начали входить в Его присутствие, петь Ему, благодарить Его за то, что Он всесильный, всемогущий Бог. И что происходит? Бог верный, Он отвечает. По Его благодати я работаю в этой комиссии. И, знаете, на самом деле Бог очень мудрый, Он заранее все продумывает и потом дает результат. И, знаете, случилось так, что после этой пятничной молитвы одна из наших сестер приходит и рассказывает, что в больницу по невероятному стечению обстоятельств опал наш мэр. И, вы знаете, от него в городе очень многое зависит. И привезли его в больницу с неизвестным диагнозом. У него распухло лицо. И врачи подумали, что у него, может, заражение какое. В общем, разрезали ему все лицо. Ничего там не обнаружили. Зашили, и он остался в больнице. И потом вот мы приходим на административную комиссию. И обычно у нас так происходит, что приходит организация или человек, его вызывают. И начинаем обсуждать эту проблему. И выносим какой-то определенный штраф. Здесь произошло все иначе. Я пришла немного раньше, и каждый член комиссии начал приходить. Ну, буквально один пришел, потом второй пришел. И у меня выдалась возможность поговорить с каждым в отдельности. И, что самое интересное, не я начинал разговор, а не сальвы. Они говорят, вот, сегодня будем рассматривать вопрос о новом поколении. Ну, как же им тяжело в такое время содержать такое огромное здание. Я говорю, ну да, конечно, тяжело, с финансами не очень. Ну, надо же как-то им помочь. Я говорю, конечно, надо им помочь. И вы знаете, председатель административной комиссии у нас очень суровый человек. И на сантименты его вызвать просто невозможно. Но здесь он сам просто расположился и сказал, не знаю, что и как, но, наверное, штрафы носить мы им не будем. Ну, как член административной комиссии, вы согласны? Я говорю, конечно, согласны. И вы знаете, все поддержали. И после того, когда все уже поддержали, вызвали наших администраторов, они зашли и им сказали, ну, рассказывайте, что вы сделали, что планируете делать. Они рассказали весь план действий. И мы единодушно сказали, что штрафа не будет. Работайте, делайте, что можете. И чем можем, тем поможем. Слава Богу. Поклоняйтесь и говорите, всемогущий Бог из Ра и Я. Все, спасибо, благословения вам. Видите, поклонение помогает решать даже социальные проблемы. А сейчас расскажите, что в Латвии происходит. Спасибо. На прошлое воскресенье я участвовал в таком очень историческом, могу сказать, духовном мероприятии. Вы знаете, прошлое воскресенье весь христианский мир праздновал день праздника Пятьдесятницы. И так же был день всемирной молитвы. И группа христиан организовала на эстраде межапарка эстраде молитву, поклонение и пророчество. И когда мы туда приехали, то есть христиане обошли вот эту всю эстраду вокруг и пророчествовали, что здесь, на этом месте, будет праздник хвалы и поклонение живому Богу. И тогда мы забрались там, на середине, вот на этом эстраде, да, на самом верху, по центре, где-то 200 человек. И два часа шло поклонение. Мы читали Библию, мы пророчествовали, мы молились о том, что здесь будет праздник поклонения. И вы знаете, я увидела, что вот это откровение о скине Давида, оно поселяется в сердце многих священников, служителей и христиан. Я не знаю, каким образом, и как Бог это достигает, но эти откровения, это откровения для всего тела Иисуса Христа. Это не только для нового поколения, это не только для Латвии, но это для всего, это мировое значение откровения. И вы знаете, когда я пришла, я думала, ну, я буду там вместе с всеми молиться, поклоняться, и вдруг ко мне подходит и говорит, ты можешь читать Слово Божие? Я говорю, конечно, могу. Будешь молиться, я его, конечно, буду. И вы знаете, как мы настолько благословлены, что мы в этой церкви, мы же несколько лет обогащены этим откровениями, что мы на всяком месте и во всякое время мы можем молиться с откровениями Божьими. Нам не надо придумывать, что там молиться. Что-то там, это уже не от человека, но ты полный, твое сердце полное, твой ковчег, он полный Словом Божьим, откровением. И ты на всяком месте и на всякое время ты можешь молиться. А Бог отвечает на свое Слово. Он будет в плоти, ну, в мясо, да, Слово станет плотью, только Божье Слово. И я так благодарна, пастор, что ты просто видишь, что тебе, ты всегда готовый молиться, пророчествовать, потому что ты богатый в Боге. Когда мы столько Слово Божье здесь питаемся, кушаем, возрастаем, мы уже взрослеем, что мы можем служить везде и на всяком месте. И знаете, когда надо молиться христианскому правительству, то в комплекс всегда идет и поклонение праздников, и пробуждение, потому что это одно немыслимо без другого и третьего откровения. Это целый комплекс. И вы знаете, я смотрела вот на эту эстраду, и просто мы духовными глазами ее видела, что это все полная эстрада с людьми, которые славят живого Бога, который сотворил небо и землю. И вы знаете, это двести человек, это как облачко величиной ладоши, да? Мы не знаем, когда Бог это исполнит, но Божий народ был там, ступил свою ногу, прозвучало Слово Божье, а времена и сроки определяет Бог. Потому что это было великое священнодействие и пророческое помазанное служение, естественная платформа для того, чтобы сверхъестественный Бог пришел к своей славе, силе, богатстве на этой земле и в этом народе. Спасибо. Пожалуйста, молодежь, делайте объявление. Господи, наши глаза увидят исполнение всего.